скажи пожалуйста то у тебя было с ним 33 схватки с ним боролся вообще на протяжении карьеры они все эти три схватки были достаточно конкурентные или вот ты вырос вот сейчас еще на голову выше стал поэтому у тебя получилось мы понимаем что ты выиграл его да вот если обсудить даже эту ситуацию в принципе и можешь рассказать про эмоции что ты чувствовал в момент этой несправедливости как бы послепила мило ли это тебя или наоборот тебя это замотивировало где-то на олимпиаде его победить зайдет первый раз когда с ним встретился это был гранд-шлем в бразилии на гранд-шлеме в бразилии мы первый раз не встретились мы туда приехали такой тоже забавный момент случился и проходит жеребевка все я смотрю жеребевку и вижу у меня там вторая схватка ты директор еще японец у меня был японец со мной в полосе здесь японцем первую вторую со мной еще бразилицу нас один из первых номеров тоже и мне набирают отовсюду и это гамба мне звонил и хасан битов главные тренера мне набирать и горят и но ты где я говорю вот в номере сижу что гор ты смотрел жеребовку я говорю я не знал как ответить да нет не смотрел мне было интересно что они ответят игре ну не смотри горит жеребовку я говорю почему просто горит не смотри такой мир задание давай игорь попробуем чтобы ты не посмотрел хоть я всегда смотрю да ну я говорю 1 горы не буду смотреть и на тренировку прихожу его разминаемся и на меня смотрит посмотрел бит я груда посмотрел но мне горюха сам би очень обидно а что горит либо почему дать и обидно я говорю вы реально думаете что я говорю увижу и мне станет страшно я испугаюсь игры я давно мечтал с ним побороться я наоборот счастлив что я с ним попался если не сейчас то когда и он не такой ну типа мне нравится твой настрой ну ладно пойду и вот наша схватка тогда я с ним боролся не ну вроде нормально схватка была по обоюдному шида нам дали и потом я пропустил атаку на вазаре на вазаре я пропустил атаку и пошел дальше на него прыгать уже извинчивать темп и вроде взял захват захожу на зацеп и он делает какой-то контрприем и там спорный момент я показываю вазаре суде игру судя вазаре и судя тоже на меня смотрит и дает вазаре даже улыбнулся в этот момент и он дает вазаре мы встаем просматривают момент и отменяют оценку хотя тогда тоже мне говорили что-то ну оценка была железная но это как бы не моя работа не было не дали никаких проблем и и так ему проиграл еще дошида пома отыграл или обоюдная нас опять наказали уже не хватило времени и время закончилось я ему вазаре проиграл потом второй турнир когда мы боролись это на серии мастерс и тогда мы тоже финале боролись тоже в катаре тоже вдохе не помню этот зал был или другой зал тогда тоже вышел ну тогда я был какой-то ну вообще не в той форме в которой она обычно подхожу к соревнованиям ну как бы я готов был бороться до финала нормально дошел на финале все равно я неправильную тактику выстроил какая-то но я экспериментировал вот в бразилии оборолся одно это одну тактику себе выстроил я смотрел его схватки и знал что между правую руку отключать у нас вся борьба прошла вот так мы друг другу руки держали просто руки отключали а здесь я просто вышел я думаю в охапку пойду сразу попытаюсь бросить на первых секундах но я что-то ошибся со своей тактикой он мне просто два захвата брал изгинал и не дал мне бороться грубо говоря ни одного подворота не сделал он сам да я тоже просто за ним проходил и все и мне три шида дали я проиграл эту сватку вообще физически как это ты чувствовал что он преобладает очень сильно физически на тобой или не было такого что ты вот не комфортно себя чувствовал борьбе от того что он сильный тем более вас разница в весе такая большая да у нас и раз и разница в весе и рост у него там человек надвигал выше меня у него огромные габариты его длинные рычаги и у него там самый сильный захват с кем я наверно когда-либо боролся он отключает очень сильно правую руку и верхний захват но его правую руку тяжелее сорвать чем верхний захват и как-то не тяжело было подобраться к нему потому что он держать держит меня на дистанции я знаю его тактику он не сближается сам со мной потому что наверно понимать что я его могу где-то на ногах переиграть высокий у него ноги чуть-чуть неподвижный он весь и он может упасть то что-то связанное с ногами прием это как мне кажется и и он не идет ко мне в борьбу прямо он на дистанции борется со мной его длинные рычаги два захвата и вот на дистанции как-то я не знаю как он хочет со мной бороться а мне нужна хапка я должен его взять затянуть бедро грудь зашагивание трансляции борьба да а у него ноги сзади и он вот так тело назад отводит и я не могу к нему подобраться тяжело подобраться но участь уже намного лучше я прям очень много своих ошибок понял после этой сладки и я понимаю что моя функциональная подготовка и моя физическая сила не еще вот не на том уровне и мне есть еще куда расти мы кстати можем даже этот подкаст под заголовком ограбление века писать потому что действительно все видели и вот тот нелепый комментарий когда они вышли и сказали об этом как-то не зашел и в итоге я так понял они все 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 признали там официальные извинения прислали на медаль вместе со знанием не прислали вы знаете когда во время схватки я борюсь вроде я провожу вот этот контрприем я встаю и вот у меня как-то машинально это получилось просто и с эмоциями не справился вот последние силы что у меня остались я просто порадовался можно сказать крикнул от всей душе это были последние силы которые мне остались я думал ну все победил потому что это ну я я не первый день занимаюсь виду это скучивание все так бросает и как-то они не смотрят и и сразу он встает и отжимы сразу началась борьба я думал я сразу о чем подумал я грунт за что-то не так сделай игра надо бороться надо собраться и бороться и опять начал бороться одну атаку сделал потом вторую атаку сделал его наказали ну и потом пропустил этот прямо . тем не менее выиграл ты его красиво уверенно на самом деле ярко то было ну не знаю как бы это не моя работа моя работа это бороться эта работа судьи они посчитали они не посчитали этот приемreibt да тут сказал если там нету приёма но есть я там нету оценки значит суде правы там судим о целях работа и они сказали что мне было оценки ну и ладно расскажи нам из первых уст тогда вот что было после сватки за татами уже что происходило да да ничего в основном не было я после сватки вышел я конечно устал почему-то у меня так что я устаю устаю я быстро но и восстанавливающая намного быстрее я могу устать быстро но восстанавливающая вот так ну за минуты полторы пять но пусть этой схватки очень долго восстанавливался можно сказать до сих пор я восстанавливаюсь я вышли с татами тренер тоже не понял арсен гостян который меня выводил наш олимпийский чемпион и он изначально сам тоже не понял я на него смотрю и арсен там типа почему горит интересно не знаю что вроде господи чего не было не знаю сейчас без узнаем типа в чем горит проблему я вышел я тоже в непонятках был голова вообще не работает очень сильно устал у меня еще на второй минуте кровь с носа пошла и мне прям забилось в носу кровь и они пошел врачам думал он устал я думаю сейчас если я пойду к врачам это еще минуты на две говорит он отдохнет еще я тоже конечно отдохнул но все равно не хотел останавливать вот его кимоно в крови чего было это все было моя кровь ни одного пальца не сорвал просто мне кровь капала как судя тоже не остановил не за я вышел меня в раздевалку сразу заводят и я там умываясь там врач наш был арсен голстян не кимоно принесли а в синем боролся белый кимоно отдел ни с кем не говорил ничего никаких комментариев никто не давал и мне просто я просто пошел на награждение я поднимаюсь на там подиум какой-то был по которой нам нужно было пройти до пьедестала я поднимаюсь и там уже два призера сидят я им руки пожал друг друга поздравили это иди тоже поднимается ее мне руки тянет мы поздоровались я на него смотрю мне что-то объяснять не знаю я даже не понял на французском это было ли на английском но что-то типа там горд опять атаки не было просто был еще такой момент в бразилии то что когда я его бросил после схватки секунд 20 мне еще на ковре пытался что-то объяснить что там не было оценки что там был его прием ну и сейчас тоже я расценил так типа там оценки не было типа чтобы горит и не думал что там была цель я говорю окей нет проблем никаких игроки и мы пошли на пьедестал все нас наградили ему ушли переоделся и я уехал